Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта в классической музыке? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья У нас в гостях сегодня очень интересная личность Муза, известнейшего композитора Микайла Теривердеева Его соратник А также уже в дальнейшем организатор фестивалей, органных конкурсов Большой просветитель творчества Микайла Теривердеева И вот у нас как раз в гостях Вера Теривердеева Здравствуйте, Вера Здравствуйте, Лена Здравствуйте, все, кто нас слушает Спасибо, что уделили нам время И в такой непростой сейчас для всех период, когда переживаем карантин И, наверное, это время как раз и осмыслить и все И, конечно, хочется поговорить о вашем творчестве Потому что, действительно, вы занимаетесь творчеством Организация концерта, фестиваля Ведь вы директор главного собора в Калининграде В котором установлен, наверное, самый большой орган Был установлен самый большой орган в России Сейчас, конечно, уже заряде Расскажите Орган в Кафедральном соборе больше, чем орган в Калининграде То есть он остается самым большим Он до сих пор остается самым большим Да Вот, к сожалению, что-то действительно у нас со связью не очень хорошо Я вот, звукорежиссер Может быть, мы перезвоним еще раз? Попробуем Вера, мы сейчас перезвоним вам Хорошо У нас в гостях Вера Тривердиева Жена известного композитора Микаэла Тривердиева Известена нам многим благодаря кинофильму «17 мгновений весны» И, Вера, расскажите немного нам о вашем детстве О ваших родителях Неожиданный вопрос Как меня слышно сейчас? Лучше? Мне кажется, лучше Да Ну, неожиданный вопрос Но, наверное, уместный Потому что у нас с вами день рождения в мае У меня прошел у вас, по-моему, завтра Да, как раз завтра Я видела, что вы тоже майская Так очень порадовалась Да Но мои родители, филологи Отец возглавлял факультет журналистики Ну, последняя его работа Он создатель факультета журналистики Основатель в Воронежском государственном университете Хотя я родилась и детство провела в Алма-Ате Куда уехал отец моего отца Он был одет в конце 20-х годов Когда в силу происхождения Нерабочий, крестьянского Он не мог устроиться В общем, это практически было бегство Поэтому вот семья оказалась в Алма-Ате Но моя мама тоже филолог Она доктор филологических наук Но уже, конечно, не работает Ей в этом году исполняется 92 года Но до недавнего времени она еще работала И вот у родителей очень много студентов По всему миру Не только в России Не только в Советском Союзе Но есть студенты в разных странах мира Какую они выбрали для вас профессию? Кем вы начинали учиться? Ну, они не выбирали Это выбрала практически я У меня отец играл на фортепиано Я захотела учиться тоже И практически заставила моих родителей В 5 лет отдать меня учиться в музыке Уже в 5 лет? Ну, да, с 5 лет я занималась Сначала с учительницей частной А потом вот к нам пришел настраивать Кстати говоря, пианино Вот пианино моего детства Его с собой дед привез в Алма-Ату Аж из Западной Украины Фантастика Вы его храните до сих пор? Нет, ну что вы Столько, как говорится, мы переезжали А потом, когда я поступила в музыкальное училище То родители подняли инструменты То есть купили новые, а старые продали А в каком училище вы обучались? Также в Алма-Ате или уже переехали? Я училась в музыкальном училище Начинала в Алма-Атинском Заканчивала я в Воронежское музыкальное училище А потом поступила в Москве в институт имени Гнесиных Сейчас, да, академия Также по фортепиано Нет, нет, я заканчивала как теоретик Музыковед-теоретик Да, полифония музыкального училища Позвольте поинтересоваться, какая у вас была дипломная работа Если вы помните Думаю, это никогда не забывается Да, дипломная работа у меня была на полифонии 13-14 века Как интересно Как интересно, да Скажите, пожалуйста, а вот это ваше музыковедческое образование И такое серьёзное действительно полифония теоретическое Помогало ли вам в дальнейшем в жизни и в работе с Микаэлом То есть, может быть, и в дальнейшем То есть, как организаторские способности действительно Теоретически, наверное, одни из лучших организаторов становятся А вот именно такая вот творческая составляющая музыковедения пригодилась? Ну, конечно, да Потому что это всё-таки ощущение себя внутри профессии А не где-то сбоку, не извне У меня вообще была такая Я закончила вот институт имени Гнесиных Защитив вот эту дипломную работу И сразу пошла работать в газету «Советская культура» Вот, и потом я работала ещё в газете «Россия» Ну, а потом уже занялась творческим наследием Микола Леоновича И так далее Но у меня появилась такая формула Что девушки, изучавшие строгий стиль В консерватории могут делать всё Это действительно так Это действительно одно из сложнейших периодов И, в принципе, теоретические дисциплины В институте Гнесиных, в консерватории Это одни из самых сложных факультетов Те, кто учится на этом отделении Расскажите, как вы познакомились с Миколом Леоновичем? Вот я работала уже в газете «Советская культура» И я не могла найти никого, кто бы мог написать Это произведение было представлено на фестивале «Московская осень» Мне сказали, что Теревердиев может это сделать Я позвонила ему И довольно долго его уговаривала Потому что это было накануне его меры Которая произошла тоже в рамках «Московской осени» Его скрипичный концерт звучал И вот он после... Это целая такая история, как это всё произошло Но вот после исполнения концерта По договорённости с ним я зашла в артистическую Он там мне дал согласие написать статью Это было в субботу А в понедельник утром мы уже забрали у него статью Вот о произведении Родиона Хагерина А мне это... Вот мне позанес нужно было эту статью Потому что если бы я её не получила Я не могла бы поехать на фестиваль в Вильнюс Да В Вильнюсе мы уже с Миколом Леонидовичем Встретились совершенно по-другому Он был окрылён успехом своей статьи От Москвы в Вильнюсе И вот там начался наш роман Да, роман длиною в жизнь Потому что действительно, даже несмотря на уход Миколе Леоновича Вы продолжаете его творческое наследие нести в массы И вот расскажите Вот сейчас очень многие потомки композиторов Они ограничивают исполнение произведений авторскими правами Насколько я понимаю, вы наоборот стремитесь для того, чтобы его творчество звучало И способствуйте тому, чтобы повсеместно его музыка распространялась Вы знаете, никто из наследников не ограничивает исполнение авторским правом Ограничивают публикацию И те издательства, которым, как правило, передают право на издание Какому-то издательству И авторы, и наследники Это регламентирует серьёзно действительно исполнение произведений Поскольку у нас нет издательства И мы, что называемые, свободные, вольные художники Какими были, такими и остались То, как говорится, исполнение у нас в открытом доступе Все ноты То есть не нужно спрашивать никого, так сказать, о том Что можно ли взять ноты, можно ли исполнить Вот, то есть, ну, это вот такая Это моя позиция Она имеет свои положительные, свои проблемные стороны Потому что, ну, скажем В результате этого не публикуются издательствами Не выходят издания нот, скажем Но зато они есть в свободном доступе в интернете То есть, с одной стороны, любой музыкант может зайти в электронную библиотеку И скачать их А в то же время нет таких живых нот, которые можно было бы Нет бумажных изданий И нет, то есть, нет такого, скажем, продвижения по линии издательств Но на сегодняшний день это такая Как говорится, тут есть две стороны Есть Это своего рода такая издательская мафия, понимаете? Ну да, в каждом В каждой сфере есть свои сложности Да Когда вы познакомились с Михаилом Леоновичем в Вильнюсе У вас сразу возник роман А вот было вот это вот Именно вот в вашей супружеской жизни Сочетание и творчества И вот как вот у Иоганна Себастьяна Баха Мария Барбара Баха И Анна Магдалена Бах Были не только его музами Но и полными соратниками И фактически весь быт на них был И в то же время это и переписывание нот А вы музыковед То есть, как у вас это происходило Вот сотрудничество уже в семье? Ну, знаете, ноты я не переписывала Для этого Анна Ковленовича существовали переписчики Потому что всё-таки это отдельное Очень серьёзное занятие, профессия Вот Ну, а я, как говорится, делала Старалась делать жизнь Макдаленовича Ему приятной Это была моя главная задача Но мы, конечно, много общались Потому что он работал и творил дома Это всё происходило дома И я была свидетелем всему этому И он делился этим Вот когда какой-то замысел приходил Какое-то произведение вдруг у него появлялось А это происходило, знаете, как вот с неба падает что-то И вдруг в человеке это оживает Это очень интересно Это незабываемые такие впечатления Ну, наверное, просто я старалась делать его жизнь Такой, какой он хотел Служили ему, чтобы ему было легче писать Заниматься только творчеством Знаете, мы просто жили Как книга Микола Леоныча автобиографическая Называется «Я просто живу» Вот мы просто жили Мы очень близкие люди И мы не могли жить друг без друга И не живём друг без друга Прекрасно Есть ли у вас какая-нибудь история Вот по созданию какого-то произведения Миколе Леоновича Когда вот, как вот вы сказали Какая-то идея снизошла Какой-то момент интересный Вы знаете, я О многих произведениях Свидетелям создания которых я была Могу рассказать Ну, вот, например, концерт для «Альта» и «Струнных» Это, наверное, одно из самых любимых произведений Если не самое любимое произведение Микола Леоновича Это концерт, который написан в 1993 году За три года до ухода Это концерт практически Это концерт прощания Концерт ухода Потому что Леонович, он мистик Он... Вся его жизнь Она у него в музыке прописана Как говорится, вперёд Понимаете? Как появился вот этот концерт? Он был на... Он был в передаче у Юрия Бахмета «Вокзал мечты» В передаче также участвовал Сергей Юрский Юрий Абрамович опаздывал И вот они с ним уже в эфире общались Микола Леонович И говорили о романтизме Потом, когда появился Башмет Он присоединился к этому разговору о романтизме И сказал Микола Леоновичу «Почему бы вам не написать для меня концерт?» Это было в пятницу В субботу и в воскресенье у Микола Леоновича Шла работа в студии Он писал музыку к фильму Шёл процесс написания музыки Записи музыки и так далее И вот в воскресенье К нам заехал его друг И сделали мы перерыв В этом всём процессе Там участвовал ещё звукорегистёр Во всём И вот сделали паузу Я подала обед Вот они обедали и всё И когда я принесла кофе Вдруг Микола Леонович У него появилось такое странное выражение Отсутствующее И Встал и пошёл в студию За ним пошёл звукорежиссёр Они вышли через полчаса И Микола Леонович сказал «Хотите послушать концерт для «Альтай» и струнных?» То есть вот за это время Он просто его сыграл от начала до конца Это был февраль А летом мы оказались в Ялте Вот в Ялте он взял с собой Эту плёнку На которую он записал Это своё вот Ну как Это видение Слышание Вот видение этого концерта И он писал уже партитуру Вот через Он писал её по памяти Иногда возвращаясь Иногда слушая плёнку И говорил Что как хорошо Что я всё-таки взял с собой эту плёнку Потому что иначе я мог уйти бы далеко От этого первоначального замысла Ну вот Одно из таких свидетельств Я также могу И о других произведениях А «Трио» Это последнее произведение Тоже так же вот оно Знаете, как будто снизходит что-то Да, фантастика Очень спасибо За такую историю Расскажите, пожалуйста Михаил Леонович Один из немногих композиторов Российских Стал писать для органа Это так же вот Так же как альтовый концерт был Как бы как фактически По заказу Юрия Башмета И вот так же кто-то из органистов Попросил написать Или это было с чем-то С другим связано Вы знаете К органу Михаил Леонович Что называется У него был интерес И какие-то опыты с органом У него были еще со времен Учебы в институте имени Несиных Он учился у Арама Ильича Хачатуряна Класси у Арама Ильича Был орган И иногда Оставался ночевать Потому что у него зимнего пальто не было И он ночами играл на органе Он вообще барочный композитор Он же первым делал клавесин Музыку для фильма И кстати часто его использовал И сам всегда играл на клавесине Но в какой-то момент вы правы В какой-то момент что-то произошло И он стал слышать эту музыку Он же писал музыку ту, которую он слышал Он стал писать для органа У него целый том органных произведений А первый концерт он написал Был тоже такой внешний толчок Он был Он отдыхал Ну не отдыхал А ездил всегда на два месяца В дом творчества композиторов В Сухуми И вот он из Сухуми Приехал на концерт В Пицунский храм И услышал органы И выступала замечательная органистка Людмила Габрия И вот это Таким стало щелчком В результате которого Появился первый концерт для органа А потом была симфония для органа Чернобыль Второй и третий концерты Хоральные прелюди Целая тетрадь Десять хоральных прелюдий Рожание к старым мастерам И это очень важный период В результате которого Как говорится Уже после его ухода Пришла в голову Мне идея Создания международного конкурса Органистов имени Метаны Тривердиевы В прошлом году был Одиннадцатый конкурс В следующем году Он раз в два года проходит Будет двенадцатый Вот о конкурсе И еще об органном творчестве Поговорим дальше С нашей гостьей Замечательной Верой Тривердиевой После небольшой рекламной паузы Не отключайтесь, дорогие друзья Будьте с нами Дорогие друзья Мы продолжаем нашу передачу Культурная среда И у нас в гостях уникальный гость Муза Известного российского Советского композитора Микаила Леоновича Тривердиева Вера Тривердиева И мы продолжаем наш разговор Об органной музыке И об известном органном конкурсе Который Вера организовала В Калининграде Но, кстати, первые туры проводятся Не только в Калининграде А фактически в разных частях света Это и в Америке И в Германии И в Москве Вера, как у вас возникло желание Проводить такой конкурс И как сразу он стал таким масштабным И грандиозным Мне хотелось, чтобы Михаил Леонович Ассоциировали не только с фильмами «Семнадцать мгновений весны» И с кинематографом А все-таки Узнали бы Другую часть его жизни Которая для него была Наверное, все-таки главной Ведь он автор Не только 134 треков Но и четырех опер Двух балетов Органной музыки Огромного количества Вокальных циклов Камерной музыки Вот И как-то Ну вот Как Михаил Леонович Упала идея Альтового концерта в голову Мне также упала идея Международного конкурса органистов Это, конечно Это Конец девяностых Прошлого столетия уже В России не было Тогда ни одного Международного конкурса органистов Наверное, даже вообще Ни одного конкурса Даже российского не было Российский конкурс был Был, да? Российский конкурс был А международного не было и на вынашивание идеи ее притворение на это ушло года три, потому что мне практически почти сразу после ухода Николаевича мне хотелось что-то такое сделать, что-то что связано было с его творчеством и именем и что-то перпендикулярное чем он известен в первую очередь, конечно вот так вот в 1999 году состоялся этот конкурс впервые он проходил только в Калининграде, первые три конкурса первые три, ага с четвертого конкурса мы разделили первый тур между Гамбургом и Москвой с пятого конкурса между Соединенными Штатами Америки и Гамбургом и Москвой, сейчас конкурс проходит в Лоренсе это Канзас там, наверное, лучший в мире органный университетский органный комплекс учебный и там свой концертный зал в Гамбурге это все происходит в Михеле это знаменитое место Гамбурга и вообще Германии в Москве в музее музыки ну и второй, третий тур проходит в Калининграде в Кафедральном соборе на острове Канзаса а вот расскажите, почему Калининград? почему именно там решили проводить конкурс? вы знаете, потому что это тогда, когда это все начиналось органов там был известный орган филармонии мы начинали с филармонии это церковь тоже бывшая католическая или литеранская и там прекрасная прекрасная акустика и, конечно, замечательно звучит орган вот и тогда еще не было не был восстановлен окончательно Кафедральный собор и, естественно, там еще не было органа вот этого сейчас знаменитого уже органа вот потому что это это внутри Европы потому что тогда был свободный въезд из Польши из Литвы без визы можно было ну, то есть одна из таких практических функций да и ну, как-то казалось, что Калининград окруженный органными державами он, естественно должен стать вот как бы той точкой где проходит международный конкурс органистов ну, вот действительно Калининград своеобразный это такой анклак это город в центре Европы России ну, не в центре Европы но внутри Европы вот и я думаю что это правильно истич это удачное решение ну, и, кстати вот, если касаться связей с Ригой то самая известная латвийская органистка Евида Абкална стала победительницей одного из ваших одного из ваших конкурсов она лауреат первой премии третьего конкурса а, третьего да, то есть это только наша гордость да в 2003 году она победила ну, и, кстати конечно же то, что это киномузыка всем известна церковь Святого Павла где я долгое время работала в пять лет и именно в этой церкви снимались фрагменты с пастором Шлагом и когда он спускался по одной из лестниц и мне всегда это так тепло и поэтому для меня имя Микоэл Тариверди его сразу вспоминает эта церковь и, конечно, для многих для многих людей а бывал ли Микоэл Леонович в Риге есть какие-то еще интересные истории связанные с Латвией конечно он бывал в Риге и очень любил Прибалтику но вот другая интересная история есть такой фильм по повести Арбузова старомодная комедия Алексея Арбузова известного драматурга писателя где главные роли играют Игорь Владимиров и Алиса Френдли и вот все происходит в Юрмале и в Риге действия и одна из сцен фильма происходит в Домском соборе где звучит орган и кстати говоря именно я не знаю на этом органе или на этом органе но Миколай Леонович сам сидит за инструментом и вот этот эпизод записан им самим там звучит орган и такая довольно большая сцена на фоне органа и все происходит в Домском соборе да вот у Миколай Тавердеев еще есть прекрасное сочинение но до сих пор все таки с жутким названием это Чернобыль сочинение для органа это было как раз когда оно было создано и действительно эта трагедия способствовала созданию или это был какой-то заказ нет Миколай Леонович никогда не писал на заказ того что не связано с киномузыкой симфония Чернобыль появилась через год после аварии а мы были это был результат это было впечатление с одной стороны от посещения Чернобыля а мы там были через 4 месяца после аварии еще 40 окне был построен то есть мы увидели своими глазами я вот тогда еще работала в газете советская культура и мы организовывали концерт для ликвидаторов для людей которые работали на станции ликвидируя средствия аварии и вот мы приглашали деятелей культуры просили поучаствовать вот и этими деятелями культуры оказались Миколай Леонович который сам зная вот эту историю захотел и ему было интересно и он меня не мог как говорится отпустить туда одну и Элина Быстрицкая и Николай Крючков в такой компании мы ездили и происходил концерт прямо на улице в зоне откуда было даже видна издалека видна была станция вот это через год после аварии в апреле этому еще ну там еще была одна история это история с балетом в Большом театре который Миколай Леонович очень тяжело переживал поэтому симфония отражает и впечатление от этой поездки и эту трагедию Чернобыса но еще и вот состояние Микола Леоновича после того как накануне премьера сняли балет уже поставленный балет в Большом театре то есть это по каким-то идеологическим соображениям нет просто шла борьба в Большом театре между Григоровичем и худшими солистами Большого театра понятно ну вот такие перипетии конечно случаются в судьбе каждого большого художника и часто после этого с одной стороны многие уходят и в депрессию тяжело переживают но у великих композиторов после этого всегда бывает какое-то произведение возникающее знаковое как в данном случае у Микола Леоновича которые вот эти переживания вылились в такое сочинение Вера вот ваш конкурс органный в Калининграде сейчас он стал одним из ведущих конкурсов в принципе в мире и о нем многие приезжают из-за рубежа выступать как возникла идея проводить отборочные туры в трех странах почему именно Гамбург почему именно США помимо России на третьем конкурсе где победила Ивета Абкалм мы ее называем Абкалма да вот тогда в жюри выдающийся музыкант он венский потомственный органист он главный дирижер венской академии Мартин Хазельбек конечно известный да его идея была он сказал а почему бы не разделить вот первый тур для того чтобы привлечь большее количество людей и сделать вот такой вот формат конкурса необычным это и он меня познакомил с человеком в Гамбурге который с какого мы начинали вот историю в Гамбурге известный импресарио Кнут Кнутсен а Гамбург ну потому что Германия потому что потому что Мартин Хазельбек работал там на тот момент и у него были там такие ну как бы была та почва от которой можно было оттолкнуться с этой идеей вот ну и потом логично что Германия все-таки родина органа фактически все-таки да как музыка так сказать родина Баха родина других композиторов которые писали для органа вот и это четвертый конкурс первый тур происходил вот в двух городах в Москве и в Гамбурге на четвертом конкурсе в большом жюри в Калининграде был известный очень органист из Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Кристи который сказал что мы присоединяемся и вот мы учреждаем первые североамериканские тур и тогда это происходило все недалеко от Бостона там такой органный центр большой два раза это и происходило там у нас в жюри был на пятом конкурсе победил американский арминист получил первую премию и его педагог Джеймс Хигдон предложил перенести из Вустера это город под Бостоном перенести североамериканский тур университет Канзаса который находится в Лоуренсе штат Канзас и я уже говорила упоминала что там такой замечательный совершенно органный центр со своим концертным залом и вот с тех пор с седьмого конкурса вот по сию пору конкурс проходит в трех странах это же огромная подготовительная работа конкурс проводится два раза один раз в два года ну и фактически у вас два года уходят на подготовку следующего конкурса где вы черпаете энергию как вы вдохновляетесь меня вдохновляет то что происходит на конкурсе как он происходит меня вдохновляет музыка Микола Леоновича и желание чтобы эту музыку знали слушали и слышали ну вот ну наверное так а вот вы пошли и вы еще большее расширение сам по себе конкурс но теперь к нему еще предшествует большой фестиваль если я не ошибаюсь Орган Плюс или какое-то другое название Орган Плюс да да Орган Плюс да и вот сколько времени проводится этот фестиваль и вот какая задача уже у фестиваля помимо конкурса ну знаете когда мы начали конкурс с самого начала были например концерт открытия конкурса это выступают не участники а члены жюри не члены жюри а устраивается специальное ну специальное такое событие которое открывает конкурс то есть для того чтобы привлечь внимание к самому конкурсу как бы в рамках конкурса происходят какие-то события с самого начала и вот количество этих событий разрослось до фестиваля который мы назвали Орган Плюс то есть плюс к тому что происходит за Органом и на Органе происходят еще другие события у нас разные были события ну например вот первое что пришло в голову были конечно концерты которые представляли другую музыку Микайла Леонидовича в годы его юбилеев вот кстати говоря следующий год год 90-летия Микола Леонидовича я уже знаю что будет происходить на открытии на концерте открытия это будет программа опус пост это произведение Микола Леонидовича не для Органа потому что собирается Органное сообщество хотелось бы Органное сообщество познакомить с другими произведениями Терри Вердеева но это в юбилейные годы в принципе вот ну например я вспоминаю что у нас на открытии выступал Жан Ю это знаменитый французский Царствие Небесное он уже ушел это просто ну один из самых знаменитых органистов 20 века и он я с ним дружила и он не раз приезжал к нам в конкурс и я его попросила сделать то что он никогда не делал он очень удивился потому что ему казалось что он делал все но он никогда не вступал с оркестром русских народных инструментов ух ты специально для этого концерта сделали переложение картинок с выставки Мусоргского для оркестра русских народных инструментов и орган и вот Жан Ги Ю их исполнял фантастика к примеру ну и я тут сколько вот 11 конкурсов 11 концертов открытий но к этому еще присоединились в рамках фестиваля еще другие концерты которые происходят в других местах даже в депо города Калининград у нас такой традиционный концерт раз в году происходит фактически вы Калининград делаете и центром музыки и центром органной музыки ну да Калининград служил в результате звания органной столицы России да а скажите какое ваше лично любимое произведение Микаила Леоновича ну я люблю все но наверное самое для меня пронзительное вот то о чем я уже упоминала концерт для альта и струнных в романтическом стиле потому что это удивительное совершенно это концерт ухода это концерт прощания и он трагический светлый совершенно пронзительный и поразительно как человек мог вот это вот знаете как вот коротко сказать о чем этот концерт это о том как душа это прощание души с телом прощание души с этой жизнью и выход ее то есть это такое свидетельство другого мира перехода в другой мир совершенно поразительное а любимое сочинение Микаэла Микаэла Леоновича который он больше всего сам любил из своих ну у него наверное вот это его наверное то что он писал последнее написанное скорее всего так бывало ли у него так же как например у Аганна Себастьяна Бах у других композиторов которые какие-то более ранние сочинения он затем перерабатывал возвращался к ним он вот как бы он заканчивал и оставлял то есть не было вот этих мучительных доработок такого не было но Микаэл Леонович он это безупречный мелодист если можно так сказать потому что его мелодия они вот в настоящем русском стиле длинные красивые что любой человек может их напеть и когда часто сейчас спрашиваешь композиторов как они пишут музыку бывает ли такое что мелодии приходят и часто слышишь что таких романтических историй в их жизни не существовало вот как писал Микаэл Леонович вот это уникальная история что вы рассказали как он пошел звукозапись и записал фактически концерт для альта и струнного оркестра в романтическом стиле обычной как он музыка он импровизировал за роялем это всегда так происходило он потрясающий импровизатор это правда и очень много очень много музыки написано для того же кинематографа написано именно в режиме вот импровизации но вот это все к нему как бы откуда-то как будто приходило и все большие все его крупные сочинения это все просто приходило целиком вот симфония для органа Чернобыль она в определенный просто момент просто падала ему как бы в него падала сверху откуда-то он садился и ее играл для того чтобы зафиксировать вот это состояние этот момент и все а потом уже садился за стол и без чего-либо как говорится карандаш бумага писал партитуру у многих композиторов бывали такие квартирники когда они собирались с другими композиторами исполнителями своего времени бывали ли у вас такие квартирники когда к вам приходили и композиторы и творческие личности ваши друзья конечно приходили только это не были квартирники это были это были ну у нас за столом 8 посадочных мест вот было в рамках этого формата кухонный формат столовый формат нет на кухне мы никогда мы сами никогда на кухне не ели готовилась еда мы всегда ели столовой даже когда вдвоем были только в гостиной это не тривизийский стиль у нас из такой семьи где мама требовала переодеваться к обеду видите как действительно это для многих уже как только возможно в литературных романах и конечно не в каждой семье это встречается Вера скажите фактически вот сейчас вы уже прожили жизнь где жизнь с Микаилом Леоновичем составила совсем небольшой отрезок именно жизни с ним вместе и затем вот такой длинный длинная жизнь когда вы несете его творчество сначала вы были его музой теперь вы его проводница вот насколько вот это же ну можно сказать тяжелый крест также я бы не сказала что он тяжелый наоборот это то что дает мне смысл жизни и то что наполняет мою жизнь без этого я и жить не хочу просто вам бы хотелось создать еще какой-то у вас есть конкурс который прославляет имя вашего супруга Микаила Леоновича Ривердиева и его музыку теперь знают не только в России но также и по всей Европе благодаря отборочным турам в Гамбурге его играют органисты его музыка известна в США хотелось бы создать еще что-то такое вот в его память какой-то еще фестиваль еще конкурс есть ли какие-то такие у вас жизненные ресурсы чтобы это сделать ну вы знаете я не думаю что нужен еще какой-то конкурс еще какой-то фестиваль нужно просто чтобы музыка звучала потому что ее любят вот у нас например в прошлом году в концертном зале Зарядье было два концерта и оба были на празднике один под 9 мая 8 мая он произошел а другой был 31 декабря и ни на тот ни на другой концерт попасть было невозможно и полностью звучала музыка Микола Леоновича это были концерты его музыки и вот грядет будущий год 90-летие я надеюсь что тоже музыка будет звучать в разных залах и в разных городах вот это наверное вот это правильно а еще создавать еще какой-то конкурс я думаю что это нам хватает одного органного органного да конечно дорогие друзья у нас в гостях была уникальная личность это супруга Микоила Леоновича это Ривердиева просветитель его музыки организатор масштабного международного конкурса в Калининграде и это Вера Тривердиева большое спасибо что уделили нам внимание будем следить за вашим творчеством за вашими идеями и конечно очень рады слышать музыку Микоила Леоновича всего вам доброго Вера до свидания всего хорошего приятно быть в эфире в эфире спасибо вам радиоболтком